Международный день толерантности ежегодно отмечается во всем мире 16 ноября с 1995 года. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день в резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности. Что же означает толерантность? Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Это гармония в многообразии, это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. На разных языках слово толерантность имеет различные смысловые оттенки, в большинстве связанные с мирным сосуществованием и развитием общественных отношений. В английском языке – это готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь. В арабском – мягкость, сострадание и терпение. В персидском – готовность к примирению. В китайском языке быть толерантным значит проявлять великодушие в отношении других. Прежде всего, Международный день толерантности был учрежден для того, чтобы научить людей терпимее и уважительнее относиться друг к другу, несмотря на различную национальность, религию, культуру, социальный статус и здоровье. Основы толерантности должны закладываться еще в детском возрасте. Для этого следует больше общаться, знакомиться с другими людьми, узнавать образ их жизни, принимать людей такими, какие они есть. И тогда в нашем мире будут царить мир, покой и гармония. Чтобы лучше понять суть толерантности, стоит познакомиться с художественной литературой, где описаны разные жизненные ситуации, в которых на примере главных героев можно проследить аспекты толерантности в реальной жизни. Библиотека номер 18 Северного округа представляет вам обзор книг на тему толерантность в художественной литературе. Екатерина Мурашова – практикующий детский психолог и одновременно талантливый писатель. В повести «Класс коррекции» она сумела отразить жизнь трудных детей из 7-го Е-класса. Этот класс является коррекционным, откуда особенным детям путь в нормальную школу закрыт. Помимо коррекционного класса в огромной школе есть классы А и Б, гимназические. В них учатся дети спонсоров. Классы В и Г, где учатся дети без особенностей развития. Там учатся те, у которого все более-менее тип-топ в голове и в семьях. И класс Д, в котором учатся дети с проблемами здоровья и те, у кого родители сидят за убийство или имеют другую криминальную историю. В книге описано всего несколько месяцев из жизни детей с недостатками. У каждого свой диагноз. У них нелегкая жизнь с насмешками и издевательствами со стороны здоровых и богатых людей. Но, несмотря на это, они сумели адаптироваться в обществе благодаря дружбе, взаимовыручке, милосердию и толерантности. Страшными словами начинается пронзительная книга «Боишься ли ты темноты» Светланы и Николая Пономаревых. Урчание мотора смешалось с криками и стонами. Черное смешалось с белым. Асфальт со снегом. Мир катился кувырком. Бились стекла. Железо скрипело и корчилось вокруг. Бывшее целое разлеталось на кусочки. На ничего теперь не значащие и никому не нужные обломки. Это длилось долго. Очень долго. Но все-таки не бесконечно. Через секунды, минуты, а может быть через часы все закончилось. Только жизнь, каплями стекающая на снег, давала о себе знать. 14-летний Ярослав вдруг остается совсем один после того, как его родители трагически погибают в автокатастрофе. Сам он, чудом выжив страшной аварии, попадает туда, где боится оказаться, наверное, каждый ребенок – в детский дом. Дом, где нужно будет научиться жить со своими правилами и порядками, порой чрезвычайно жестокими. Умному мальчику из интеллигентной семьи, привыкшему к совсем иной жизни, приходится подстраиваться под ритм новой жизни, где он оказывается совсем один. Таким же одиноким и потерянным выглядит еще один главный персонаж книги – Сергей Федорович. Молодой преподаватель, в совершенстве владеющий иностранными языками, в какой-то момент оказывается за бортом. Жизнь его в буквальном смысле слова разваливается, а причиной произошедшему стали события, которые с ним случились в Чечне. Пустота, постепенно обволакивающая его, не дает ему спать. Стараясь не предаваться невыносимым воспоминаниям, Сергей устраивается ночным воспитателем в детский дом, где не спит в учительской, как все предыдущие воспитатели, а переводит тексты. Он разительно отличается от своих коллег, старается отыскать даже в самых жестоких подростках хоть что-то хорошее. Он отчаянно старается разглядеть в них людей, а не будущих преступников. Две совершенно одинокие души пытаются найти свое место в мире, где, казалось бы, не осталось места ни для сочувствия, ни для любви, а есть лишь место для грубости, жестокости, предательства и равнодушия. А может быть, только вместе они смогут преодолеть все беды и несчастья, что выпали на их судьбу. Как редко попадаются книги, способные заставить задуматься о том, на что в повседневной жизни не обращаешь внимания. Как страшно читать это, понимая, что практически то же самое происходит где-то недалеко от тебя, может быть, в соседнем дворе. Зато как после этого начинаешь ценить то повседневное, обыденное, чего нет у детдомовских ребятишек, так рано лишенных детства. В повести Владимира Железникова «Чучело» напрямую затронута тема толерантности. Главная героиня Лена, приехавшая жить к дедушке, была обделена девичьим обаянием. Она была нескладным подростком, еще теленком на длинных ногах, с такими же длинными нелепыми руками. На спине у нее торчали, как крылышки лопатки. Подвижное лицо украшал большой рот, с которого почти никогда не сходила доброжелательная улыбка. А волосы были заплетены в два тугих канатика. Девочка становится ученицей шестого класса. Одноклассники сразу не взлюбили новенькую, и за ее внешность дали прозвище «Чучело». Только один человек подружился с Леной, Дима Сумов, симпатичный и умный мальчик из класса. И Лена Бессольцева влюбляется в него. Когда весь класс прогулял урок, и об этом узнала классный руководитель, об этом рассказал Димка Сумов, учитель отказывает им в поездке в Москву на экскурсию. Тогда ребята стали искать виновного, и выбор пал на Лену, которая взяла вину Димы на себя, думая, что в дальнейшем он расскажет правду. Но, увы, этого не случилось. Одноклассники объявили Лене бойкот, после которого Лене и дедушке пришлось уехать из города. В пронзительном рассказе Альберта Лиханова «Солнечное затмение» рассказывается о двух ребятах, которые находят друг друга. Лена – девочка из хорошей семьи. Кажется, что у нее есть все – любящие и заботливые родители, уютный дом. Сама героиня рассказа очень красивая, с длинными косами, которые украшают ее голову. Но она не только красива, еще Лена умная, добрая, веселая девочка. Она много читает, и с ней всегда есть о чем поговорить. Только одна беда случилась в этой семье. Лена – инвалид. Она не может ходить и никогда не встанет на ноги. Это то несчастье, которое не дает ей жить полной жизнью. Большую часть времени она проводит в интернате, где ей могут оказать необходимую помощь в повседневных делах. Генка и Илька – главные герои повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Они друзья, которые любят запускать воздушных змеев. Однажды за этим занятием они познакомились с Ладькой – слепым мальчиком. Он умеет делать и запускать воздушных змеев очень высоко, чтобы вызвать грозу. Ладька верит, что гроза вернет ему зрение. Эта книга о мальчишках с верными и смелыми сердцами, о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь. Небольшой рассказ Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йохана» также о дружбе, доброте и чуткости. Главные герои – два семилетних мальчика. У одного из них есть дедушка, а у другого нет. Где же его найти? Ответ нашелся быстро – в доме для престарелых, где живут люди одинокие, никому не нужные, которые нуждаются в заботе. Именно там мальчик Бера встретил своего дедушку, и эта встреча имела большое значение для каждого из них. Так мальчик окружил старика своим вниманием и внес яркие краски в последние дни его жизни, а взамен внук получил нерастраченную любовь дедушки. И в заключение обзора расскажу о тетралогии Анники Тор «Остров море». В первой части «Островом море» пруд белых лилий особо прослеживается проблема толерантности. События разворачиваются в 1939 году. Во время войны сестрам 12-летней Стефи и 7-летней Нелли и семьи австрийских евреев приходится бежать в Швецию, где их взяли на воспитание разные семьи. Далеко от родителей в чужой стране девочкам пришлось адаптироваться к новой жизни, выучить чужой язык, принять их культуру. Если младшая девочка быстро привыкла жить на острове и сдружилась с одноклассниками, то старшей сестре приходилось терпеть нападки и насмешки от сверстников. Они обращали внимание на немецкий акцент Стефи, на ее одежду, на ее внешность, на все, что отличало ее от других. Но, несмотря на это, Стефания остается сильной личностью, доброй и смелой. Ей хватает мужества идти дальше, не опуская рук. В последующих книгах описана жизнь Стефании, которая с острова переехала в Гютеборг, чтобы продолжить учебу. Здесь мы узнаем о ее первой влюбленности, о проблемах, с которыми она сталкивается, о встречах с новыми людьми, хорошими и не очень. Но каждый из них преподнесет ей определенный урок. В заключительной части тетралогии «Открытое море» на первый план выходит младшая сестра Нелли. Она почти стала шведкой, забыла своих настоящих родителей и родной язык. И это неудивительно, ведь прошло пять лет с тех пор, как она оказалась в приемной семье. Что же будет с девочками дальше? Вернутся ли они домой? Живы ли их родители? Вы узнаете, дочитав последнюю часть тетралогии. Эти книги, а также другие произведения на эту тему, в первую очередь учат нас толерантному отношению к другим людям, призывают уважать их, невзирая на различия, быть внимательным к ним и обращать внимание на то, что нас сближает. Ведь все мы разные, но все мы равные.